Намаскар, Садгуру. Меня зовут Риту. Мой вопрос, что для вас значит достичь успеха в духовной сфере? В духовной сфере или в жизни? В духовной сфере. И познаю ли я это до того, как умру? Все надуманные представления о духовности, откуда они взялись? Люди думают, что если они ищут Бога, то они духовны. Вам нужно понять следующее. Сначала вы сделали предположение, а теперь вы пытаетесь подтвердить ваше предположение. Вы хотите, чтобы гуру сказал вам, да, Бог есть, ищи его. Поиск означает, что вы не знаете, управляет ли мирозданием Бог или дьявол, или же вообще никто не управляет, как в случае с Индией. Вы не знаете. Вот почему вы хотите искать. Поиск значит, что вы не знаете, и у вас есть желание узнать. Если кто-то хочет преуспеть, как я уже сказал ранее, самое главное, чтобы ваш интеллект ни с чем не отождествлялся. Потому что природа интеллекта такова, как только вы отождествляете себя с чем-нибудь, ваш интеллект начинает прилагать все усилия, чтобы защитить эту идентификацию. Вам достаточно просто сказать себе три раза, «Я индиец», и внезапно все индийское кажется хорошим, а все, что по ту сторону границы, кажется плохим. Стоит вам лишь сказать себе, «Я это», и немедленно он будет защищать это и только это. Такова природа интеллекта. По сути, в этом и состоит задача интеллекта, потому что интеллект — это инструмент для выживания. Интеллект — это не высший разум. К сожалению, из-за того, что мы находимся под слишком сильным влиянием европейской мысли, и кто-то там сказал, «Я мыслю, следовательно, существую», это все привернуло. В Индии, в викической системе, мы не придаем мыслям особого значения. Почему мы не придаем большого значения мыслительному процессу? Потому что он может оперировать только на основе ограниченных данных, которые вы уже набрали. То, что вы называете мыслью, любая мысль, которая у вас возникает, это просто прокрутка тех же ограниченных данных, которые вы уже накопили. Вы можете думать о богах, об удовольствиях, о политике, о деньгах. Все это — просто информация, которая у вас уже есть, и вы ее просто прокручиваете. Вы можете думать все, что угодно. Я уже говорил, с людьми это непросто, нужно постоянно говорить им. Если во время медитации появится Бог, просто не обращайте внимания. Но садгуру, а если появится Шива? В особенности, если появится он. Потому что Шива появляется только из-за тех изображений, которые вы видели в индийских календарях. Если же вы родом из другой части света, появится кто-то другой. Так что это просто прокручивание старых данных. Понимаете, вы не можете думать о Боге, вы не можете думать о деньгах, вы не можете думать об океане или о небе. Вы просто прокручиваете ограниченную информацию. Так что мы не считаем мыслительный процесс величайшей формы разума. Это замечательный инструмент, чтобы обеспечить ваше выживание в материальном мире. Но если вы хотите достичь чего-то, есть и другие измерения разумности. Если сильно упростить, то чтобы вы не съели сегодня на обед, допустим, лепешку чапати. Чапати превратилась в такую замечательную женщину, как вы. Потому что вы съели чапати. Если бы эту лепешку съел сухил, лепешка бы превратилась в мужчину. Но я и есть мужчина. Именно поэтому я и говорю. Вы не понимаете. Я говорю, что если собака съест чапати, то чапати превратится в собаку. Вы думаете, это такая умная лепешка? Нет. Это запрограммировано. В вашей системе есть определенный объем памяти и разума, которые способны превратить обычную чапати в человека. Когда я говорю «человек», я говорю о самом сложном механизме во Вселенной из всех, что нам известны. Могут быть и другие. Но это самый сложный механизм во Вселенной, который мы знаем. Из чего произведен этот сложный механизм? Из чапати, бананов, чечевицы, одного, другого. Все, что вы съедаете, превращается в вас. Так что внутри вас находится разум, который является источником мироздания. Вместо того, чтобы найти к нему доступ, вы слишком увлечены вашим собственным мыслительным процессом. Как только вы теряете в своем мыслительном процессе, ваши идентификации становятся очень сильными. Когда они становятся очень сильными, у вас появляется чувство уверенности, но вся ясность восприятия утрачивается. К сожалению, в основе так называемых мировых религий лежит укрепление уверенности. Не беспокойся. Бог будет с тобой. Знаете, у одного банка есть такая реклама. Я с тобой. Когда это говорит банкир, сами знаете, что это значит. Так что это процесс укрепления уверенности. Но уверенность без ясности восприятия — это катастрофа. Вам нужна ясность восприятия. Уверенность означает, что вы не можете видеть, но вы полны уверенности. Это опасно. Это бесконечная катастрофа. Чтобы понять обычные сферы жизни, вам не нужны тысячи лет. Сейчас Сухил затронул эти темы. Гнев, ненависть, предубеждение против друг друга. И все это с невероятной страстью. Но я хочу сказать, что для человека это обычные вещи. Если после миллионов лет жизни здесь вы не можете понять, как из этого выбраться, очевидно, что ваш интеллект справляется не очень хорошо. Не так ли? Вам нужны другие измерения разума. Люди спрашивают меня. Садгуру, все остальные гуру совершают разные чудеса, а вы ничего не делаете. Я отвечаю. Вы что, хотите, чтобы я вытащил голубя из кармана? Если я так сделаю, у вас будет птичка, а у меня будет обгаженный карман. Ну нет, постойте. Но вы признаете, что таких людей очень много. Тех, кто обманывает чувства целых народов, делая подобное. Видите ли, коррупция — это не исключительная привилегия духовных людей. Есть коррумпированные политики, коррумпированные юристы, коррумпированные полицейские, коррумпированные доктора. Коррупция есть в любых видах профессиональной деятельности. Это вошло во все сферы жизни. Просто когда человека, который объявил себя духовным учителем или гуру, уличают в коррупции, это сразу выделяется. Потому что сегодня, если вы обращаетесь в полицейский участок, то вы воспринимаете коррупцию там как нечто нормальное, к сожалению. Если обошлось без взяток, то вы очень удивляетесь. И тогда вы говорите, «Вот это да! Я сходил в полицейский участок, а у меня даже не попросили взятку. Мне там помогли». Понимаете? Но если вы пойдете к врачу, и он будет коррумпирован, вы будете немного возмущены, потому что вы вверяете ему свое физическое тело. Но когда вы идете к гору, вы отдаете ему всю свою жизнь. И если он оказывается коррумпирован, то вы будете очень глубоко ранены. Это естественно. Чем больше доверия вовлечено в процесс, тем больше требуется целостности при выполнении разных уровней активности. Но, к сожалению, сейчас появился духовный бизнес. Это бизнес. Если вы прочитали две страницы Гиты, в Индии вы можете стать гуру. Вам не нужно даже читать весь текст, только две страницы, и можете просто повторить эти две страницы на языке, который другие люди не понимают, и вы станете гуру. Что же касается успеха в ее духовном процессе, все, что вам нужно сделать, сегодня, когда придете домой, сядьте на кровать и посмотрите на себя. То, чем вы являетесь, это только ваше накопление. У вас есть дом. Вы его накопили. У вас есть близкие люди. Вы собрали их. У вас есть одежда. Вы скопили ее. У вас есть тело. Вы накопили его. Содержимое вашего ума вы тоже накопили. Перед тем, как лечь спать, закройте глаза и попробуйте отложить все это в сторону. Хотя бы просто в уме. Просто постарайтесь отложить все это в сторону. Перед тем, как ложиться спать каждый день, вы увидите, однажды вы проснетесь так, как вы представить себе не могли. Вы по-настоящему пробудитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты.